Обращений в Лицкий райисполком от жителей региона стало меньше. Это констатировало на совместном заседании районного исполнительного комитета и постоянной комиссии районного совета депутатов начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Инна Бенкевич. В 2018 году в райисполком поступили 1253 обращения, что на 289 меньше, чем за предыдущий. Они были письменными, устными и электронными. Последний вид обращений все больше становится популярным. Так, за минувший год из общего количества на них приходится порядка 30%. 552 обращения поступили в 2018 главе района, его заместителям, управляющему делами райисполкома и председателю районного совета депутатов во время еженедельных субботних прямых телефонных линий. Среди поднимаемых жителями региона тем основная работа жилищно-коммунального хозяйства. Здесь речь шла прежде всего о ремонте улиц и дворов и проведении ремонта в многоквартирных жилых домах. Также в лидерах – жилищные вопросы и вопросы строительной отрасли. Если в большинстве сфер наблюдается снижение количества обращений в лицкий райисполком, то незначительный рост отмечен по темам, затрагивающим потребительский рынок, образование и транспорт. Внимание участников заседания было обращено и на то, что в прошлом году по сравнению с предыдущим на треть меньше стало жалоб по работе агропромышленного комплекса, но все еще актуальная тема для сельчан – трудоустройство. По итогам 2018 года в лицком районе наблюдается снижение количества обращений как в лицкий райисполком, так и в вышестоящей организации. Что наиболее показательно для района – это то, что наблюдается снижение количества обращений именно в вышестоящие органы власти, в администрацию президента, в Грудненский област полком. Но, тем не менее, на достигнутом не надо останавливаться. Это было акцентировано и руководителем района, Михаилом Константиновичем Харковичем, что нужно в этом направлении работать, нужно внимательно подходить к каждому обращению нашего гражданина, ведь эти обращения, они дают информацию и для местной власти, что надо сделать, в каком направлении надо двигаться. Наибольшее внимание по-прежнему, конечно же, надо уделять коллективным обращениям наших граждан, срокам рассмотрения обращений. На заседание по работе с обращениями граждан были приглашены руководители всех служб, организаций и предприятий личины. Их внимание было обращено на усиление контроля за рассмотрением вопросов, волнующих граждан и на своевременность предоставления ответов заявителям. Глава района Михаил Карпович потребовал от всех присутствующих выполнения директивы президента номер два о дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества жизнедеятельности населения. Мы со своей стороны также оказываем методическую помощь нашим структурным подразделениям, сельским исполнительным комитетам, организациям района. И если возникают какие-то вопросы, всегда готовы прийти на помощь. Проводим мониторинг их работы для того, чтобы выявить какие-то недостатки в этой работе и дать соответствующие рекомендации по их устранению, что было сделано и в 2018 году. Ряд организаций мы проверили, дали свои рекомендации по устранению тех замечаний, которые были выявлены. К сожалению, замечания из года в год выявляются, имеют место быть. Хотелось бы, чтобы их было меньше, но вместе с тем в этом направлении работаем. И я надеюсь, что наши организации будут в 2019 году работать лучше. На благо наших граждан, количество обращений будет и дальше снижаться. Редактор субтитров А.Семкин